Добрый день, я врач-терапевт, работаю с 1971 года, занимаюсь практической гомеопатией более 25 лет. В этом видео вы узнаете о том, что такое ЗОП и как предотвратить это грозное заболевание, которое нарушает здоровье человека и приводит к нарушениям в разных органах и системах. ЗОП – заболевание щитовидной железы, основным признаком, который является увеличением в объеме с изменением функций или без изменения функций. Причины возникновения ЗОПа различны. Эндемичный ЗОП связанный с недостатком йода в внешней среде – это горные районы Кавказа, Карпаты, прилегающие к ним районы. Но после аварий на Чернобыльской АЭС количество больных с ЗОПами в различных видах резко увеличилось. Ну и незначительное количество врожденной патологии. Женщины болеют чаще, чем мужчины в 10 раз. Морфологические ЗОПы делят на узловые, кистозные, паренхематозные и, наконец, смешанные, которые состоят из разных тканевых элементов. ЗОПы делят по степеням увеличения, с первой по пятою, по степени активности, с гиперсекреции и без. Рассмотрим узловой ЗОП как один из наиболее трудных лечений. Узлообразование может быть множественным и одиничные плотные фиброзные узлы. При этом секретарная функция железы может не страдать, но в большинстве случаев сопровождается явлением гиперсекреции, с вытекающими отсюда симптомами. В данном случае у больного будут жалобы на сердцебиение, дрожание в теле, могут развиваться пучеглазие. Эти симптомы характерны для явления тиреотоксикоза. Постановка диагноза особых трудностей не представляет. Увеличение железы видно визуально. Хотя ЗОП иногда располагается за грудиной, тогда увидеть довольно сложно. В этом случае на помощь приходит ультразвуковая диагностика. Используя ультразвуковое исследование, можно увидеть размеры органа, плотные образования, кисти, объем железы. Лабораторные исследования дают полное представление о функциональной возможности железы. Поскольку железа играет очень важную роль в различных видах обмена, особенно регуляции гормонального обмена, то исследования должны проводиться в полном объеме. Лечение узлового ЗОП включает воздействие на участки измененной ткани железы, а также препаратов, нормализующих секрецию гормонов. Назначают препараты, тормозящие развитие опухоли и препараты, которые нормализуют секрецию. При подозрении на переход в локачественную форму делают биопсию и для решения вопроса об оперативном лечении, и для решения вопроса об назначении радиотерапии. А что надо делать, чтобы не заболеть? На этот вопрос может быть только один ответ. Нужна профилактика. С целью профилактики в пищевом рационе должны быть продукты, содержащие достаточное количество йода. Это морепродукты, рыба, мидии, салаты с морской капусты, кальмары, с наших продуктов орехи, молочные продукты, яйца, в которых содержится легко усваиваемый йод. Ну, наиболее рекордсменом по количеству йода является морепродукт. Это разновидности любой морской рыбы, особенно хек, жирные сорта рыбы, лосось. Употребление морской капусты очень важно, потому что она содержит около 500 микрограмм йода, может даже больше. Поэтому, употребляя салаты, можно употреблять в сухом виде добавки до сухого, в различных видах можно принимать. Используется йодированная соль, но ни в коем случае нельзя пользоваться каплями йода на молоко и так далее, потому что в одной капле йода содержится более 6000 микрограмм йода. А гиперидизм очень тяжелая проблема, поэтому заниматься самолечением не надо. При подозрении на злокачественные формы, конечно, нужно решать вопрос об операции. А что нужно для нормального функционирования железы? Достаточно 100 грамм морской рыбы в сутки человеку, чтобы обеспечить полный объем микроэлементов йода для нормального функционирования железы. Поэтому, употребляя правильную пищу, можно профилактировать заболевание и возникновение зоба. Рекомендовано регулярно профилактические осмотры у врача. Хотя бы один раз в год надо, чтобы специалист посмотрел, если надо дообследовать больного, чтобы лечить такие проблемы на самом раннем уровне. В конце хочу сказать, будьте внимательны к своему здоровью. Думайте о качественной стороне питания так, чтобы на вашем столе, в вашем пищевом рационе ежедневно присутствовали йод содержащие продукты. В достаточном кулисе не менее 150 микрограмм для взрослого человека. Это поможет вам избежать проблем с щитовидкой. Загадаю за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь моим видео в соцсетях. Я всех приглашаю, друзья, подписывайтесь на мой канал на YouTube. И конечно, задавайте ваши вопросы в комментариях внизу под моим видео. Далее будет много полезного и интересного. Я вам желаю здоровья. С вами был Игорь Клиницкий. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok